Всем привет, дорогие друзья! Я думаю, по заднему звуку вы понимаете, что я тащу на чемодан, а это значит, что намечается очень интересное путешествие. Так, я приехала в Будапешт, и сейчас у меня будет пересадка. Вот как раз на этом травмае. Так, теперь у меня пересадка в метро. Вот, кстати, я в этом месте первый раз, но по знакам довольно легко ориентироваться. Ура, ребята, я приехала. Погода просто класс, градусу 20, наверное, очень тепло. Кстати, я приехала раньше где-то на час, чем я ожидала. Я хотела приехать к часу, а приехала в 12. Ну что, я в аэропорту. Как выяснилось, регистрация на мой рейс открывается в 13.40. Это еще полтора часа примерно ожидания. Я встаю в аэропорту. Ну и буду ждать, что поделать. То есть я даже зарегистрироваться пока не могу. Смотрите, в аэропорту Бадапешта есть очень интересная станция зарядки. Ну понятно, что здесь розетка и стандартные разъемы, но также здесь можно положить телефон и зарядить без провода. Сейчас буду тестировать. Заряжается. Затемительный образ. Так, друзья, я думаю, что у вас, естественно, будет вопрос, почему же Сербия? Вообще, с самого начала я не уточнила о том, что я лечу в Сербии. Мои лечим с Катей, с моей подругой. Вообще, изначально она написала о том, что она бы хотела туда поехать. А так как мне добираться туда очень быстро, то есть на автобусе это где-то 6 часов и на самолете всего лишь час, я и сказала, предложила ей, что давай-ка поедем вместе. И мы запланировали нашу поездку. Мы поедем на 5 дней примерно, то есть с 29 февраля по 5 марта. Ну, примерно там 5 дней получается. Вот, у нас запланирована уже программа, так что продолжаем просмотр. Так, ну что, я уже и сэндвич съела, и выпила смузи. А регистрация все никак не открывается. Еще одна минута. Через минуту откроется вот мой Белград. 14. Так, я прошла проверку, зарегистрировалась. Сейчас вот в Люди-фри гуляю. Да, что за красота такая стоит. Красиво. Аэропорт Будапешта поздравляет всех с китайским Новым годом. И с Днем влюбленных. Ну что, друзья, я полетела. Я вам хочу сказать, что она очень стремно крутится. Ну да ладно. Назад дороги нет. Ну что, друзья, я прилетела. Отличный был полет, несмотря на мои страхи. Все прошло классно. Ну что, я в Белграде. Вот так выглядит аэропорт. Очень красивый. Современный. Большой. Вот смотрите, какой огромный. Это ж вообще. Так, я сейчас буду ждать Катю. Мне ждать ее где-то еще часа два. Поэтому я зайду обратно в аэропорт. Точнее, я вышла внизу. Но там, кроме комнаты с таксистами, ничего нет. Поэтому я решила подняться и зайти в аэропорт. Возможно, посижу в какой-то кофейне. Попью кофе. Ребят, как я устала, это не описать словами. Сейчас протру кроссовки. То я не знаю каким-то образом они у меня уже все грязные. Хотя я ничего не делала. И пойду встречать мою подружку-ватрушку. Я представляю, как она устала. Потому что она не спит с полпятого утра. У нее был длинный четырех с половиной часовой перелет в Стамбул. Потом там она сидела часа четыре или пять. И еще сюда она летела полтора часа примерно. Сейчас позитит скоро. Так что, если я устала, то я не представляю, как она устала. Кстати, я не помню, сказала или нет. Но мы не виделись с Катей полтора года. Так что, это будет интересная встреча. Так, судя по флайд-радару, Катя прилетела. Я бегу, лечу ее встречать. Так, мы встретились с Катей. Посмотрите на это измученное лицо. Она просто встала в четыре утра. И сейчас мы будем делать обзор на сербский мак. Это еще и Катя будет делать. Ну, соус уже интересный выглядит. Да, я готова. Но мне кажется, что это будет невкус. Потому что, это типа, знаешь, я заказала, и они сразу это достали. Будто бы они вообще, ну... Изморозилки. Ну, попробуем. Давай. Картошечка. Ну что, вкусно? Нормально. Ну, она как будто... Картошка. Ну да. Что у нас тут? Ну, это могло бы и вкуснее, конечно, но... Ну, знаешь, Катя, тебе не убирать. Мне вообще тут слова не давали. Вот-вот. Так. Чизбургер? Дабл-чизбургер. Давай. Как в России. Да, то же самое. Из пяти сколько? Снимаю балл за картофу. И полбала за соус. Странный. Три с половиной. Нормально. Так, первый день. Всем доброе утро. Мы пришли на завтрак. Катя себе набирает. Что взяла? Я взяла яичницу, салат, хлеб, какую-то намазку овощную. Мне посоветовали. Так, всем привет. Мы отправляемся на прогулку. Сейчас сделаю быстренький обзор отеля. Вот здесь дверь. Тут, значит, кровать. Очень красивый вот этот вот пуфик, или как это правильно назвать. Тут, значит, стол, стульчик, телевизор, шкаф. Классный вид из окна. Здесь, ну, понятно, туалет, раковина, душ. Очень здорово. Всё, мы побежали. Надо оттуда тебе привет передать. Давай. Так, мы с Катей пришли. Куда? Крепость. Я хочу, чтобы я тебе тут не фигула выйдет. Такой. Крепость. Катя, кстати, тоже влог снимается. Интересно. Катя, ты мой телефон. В общем, тут что-то ремонтируют, обнесли сеткой, вагончики поставили, но это не отменяет красоты этой крепости. Тут уже все цветет, весна полным ходом. Собачками гуляют. Там находится новый район, вот это значит самое высокое здание в Белграде, которое строил архитектор или как правильно сказать, в общем, который конструировал Бурж-Халифа, самое высокое здание в мире, и вот он конструировал вот это здание. Похоже чем-то на теннисную ракетку, мне кажется. И значит здесь с этой стороны вот такая красота. Ваше впечатление? Мне очень нравится. Мне тоже. Прям такой издеваемый фиг Германии какой-то. Да. Да. И Турции мы там видели. И Выборг. Да. Но Выборг раньше тоже был не Россией, поэтому... так мы пришли оттуда и сейчас будем спускаться. Татя меня ждёт. Татя меня ждёт. Татя меня ждёт. И вас ждёт! Татаalis. Титра. Тнаилелленные полиски. Мализ 그 Клокоса. В daha раз然. Т apoyo. Субтитры делал DimaTorzok Вот эта тропинка, по которой мы шли, она такая красивая. Тут такие пейзажи прям открываются. Красота. Все цветет, пахнет. Я в восторге. Мы с Катей выяснили, что Белград очень похож на микс России, Турции и Европы. В общем, всего по чуть-чуть очень похоже. Нет такого, что на что-то одно. Но я понимаю, что сейчас в комментариях мне все напишут, что Сербия похожа на Сербию и типа не надо сравнивать. Но все равно, нам здесь очень нравится. Вышли на какую-то большую туристическую улицу. Что интересно, здесь прям торговый центр посередине. Венерчики. Так, выбор чем Старбокса. Я хочу сказать, что у нас в Кудапеште выбор поменьше. Вот посмотрите, как много бутербродов здесь. У нас точно такого нет. И у нас еще нет вот такого сигнала тортика. Очень симпатичный. А, да. Ну, он, мне кажется, сладкий. А то я сахар взяла. И палочку. Катя пришла шопиться. Выбирает себе вещульки. А вот и венгерский флаг. Так, значит, мы проходим какое-то место. И здесь находится... Туфедральный собор. Да, какой-то католический собор. И, напротив, я так понимаю, православный. Интересно. А это здесь тоже, типа, одна из самых главных здесь напоминчательностей. Все цветет, красота. Мы вышли на набережную. Очень жарко на самом деле уже. Все ходят в футболках, в толстовках. И мы в пальто с Катей. Ну, я говорю, я лучше растягиваюсь, чем потом на езжу. Ну да, согласна. Мы пришли вот в новый район, который недавно построили. И тут очень красиво. Прям все такое аккуратненькое. Такое все свеженькое. Цветочки даже, кстати, настоящие. Цветут. Елочки. Вообще, сплошное удовольствие здесь находиться. Так, Катя меня привела... Как еще раз? Как называется? Здание оператива. Белоградского. Так, мы дошли прямо в сердце города, можно сказать. Здесь центральная площадь. И национальный музей, в который мы как раз и направляемся. Что видишь? Че? Вот только кусочек настоящего черепа. Все остальное это просто модель. Понятно. Пришли в музей. Катя. Вот, смотри, доза лазочки. Сидит. Сидит. Части колонн какие-то. Представляете, мы вот прошли сейчас от этих частей колонн. И здесь, посмотрите, какая дверь толщиной, которая ведет нас куда-то. Посмотрите, какая она. Поинц. А, монеты. Пошли. Вот такие монетки. Поэтому, наверное, и вот западноевропейские монеты. Моя. Моя. А, да. Можно я его выйду? Да, мою. Моя. 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 Монеты Польши, Австрии, Венеции, Венгрии, Испании, Голландии, Франции и Германии. Вот они подписаны, кстати. Так, тут в другом зале уже банкноты. Интересное. Любославие у них есть. Сколько это? Миллион. А это 50 миллиардов. Господи, что это? Жесть. Что случилось? А вот гиперинфляция и последняя... Так и вот это 500. Это 50? А это миллиардов. Правильно? Нет. А вот это 500. Жесть. А вот это 500 миллионов. Видишь статья о гиперинфляции? Да. А? Да. А? Да. 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 Это вообще как настоящий. В 100 миллиардов. Да. В 500 миллиарда. Ага. В 100 миллиарда. Да. Многос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, кстати, здесь написано на итальянском, или это на сербском, а вот здесь на итальянском. В общем, разбираемся. Я понимаю то, что вот парашюта кудра, а потом понимаем фиорди латы, моцарелла, это как бы... Ну, это понятно, да. А остальное вопрос. Ну, гад. Я взяла вот это. Кадя сказала, что очень кисло. Размешиваю. А у меня чай. Кстати, интересно, что мне мед положили. И вот это, наверное, в сиске. Очень кисло. Что интересно, то что в Сербии курят в помещении. И вот сейчас мы тут сидим. Тут полные столики. Полные вообще прям. И тут везде курят. Ну что ж, ничего не поделаешь. Так, мы довольны поели с Катей. Насколько оцениваешь? Ты у нас профессионал? Ну, на заведение на 9 из 10, просто потому что для меня странно, что внутри курят. Но тут, мне кажется, везде так. Прям сейчас на свежем воздухе в 10 раз лучше стало. Вдохнули. Пород. И я все не съела. Просто не смогла. Спасибо. И вот половину забираем с собой. Будем доедать. Белград это город контрастов. Что скажешь, Катя? Мне очень нравится здесь. Мы с Дями примитили один ресторан, который входит в какой-то топ самых крутых ресторанов. Топ-100 или топ-100 ресторанов мира. Вот, собирались туда пойти в понедельник. Надеюсь, на все получится. Ну да, а то там столько людей было. Так, мы с Катей пришли в Линд, ее любимый магазин шоколада. Сейчас она себе тут как наберет всего, как съест. Какие ты берешь, вот скажи. Это с карамелью, они очень вкусные. А я и говорю, берем вот эти. Смотри, как красиво. С пубникой? Да. Интересно. Ну вот орех. Чувствующий орех. Орех, наверное, тоже не возьмем. Ну вот эти вот самые вкусные. Какие самые вкусные? Да ты их опять берешь. Ты сколько уже этих набрала? Бери другие уже. Вот смотри. Мачо. Возьми. Фисташка и мята. Вау. Хотел Москва, а получил Белград. Вот так. Вот и у Москва увидели. Куда? Есть. Вечерний Белград. Довольно много людей. Очень так все живенько. Люди гуляют. Вообще спокойно. Очень безопасно. В центре города. Все эти цитральные, в которых мы были. В общем, классно. Катя идет со своим шоколадным пакетом. Приятного аппетита. До свидания. Академия.